всем привет сегодня в латвии очаровательная погода и мы сегодня будем копать в лесу сегодня у нас видео опять же как обычно в последнее время тестовое потому что как показала практика 360 360 камера боится ветра и половина контента которую я снимаю просто несмотребельна по той простой причине что и ветер все губит так что сегодняшний эксперимент будет заключаться в том что операторскую работу ну где нужен оператор точнее работу будет снимать 360 к хотя это только вступление по большому счету ну может какая-нибудь там еще под съемочка там прикольные фотографии а вот остальное уже будет снимать старый добрый бфг шичка для тех кто не знает это отсылочка из дума это мой старый добрый пенсионерник он которому уже по крайней мере лично у меня больше не пяти лет он снимает офигенные фотографии и офигенное видео но в этом убедитесь я думаю вообще как показывает статистика больше всего его видео нравится людям так что не будет ему покоя и сегодня он работать кстати еще мы будем копать на эквенокс ну каждый сезон аппарат меняется может тут не в курсе но в этом сезоне у нас эквенокс я какая прикольная что ну где птичка ладика погнали копать а то что то я тут заболтался времени мало мне еще подстричься надо а то я страшный как черт единственный выходные не то в лесу какой офигенный зум так первая находочка у нас это какой-то латунный оплавыш непонятненький но чего я решу что натурный сейчас покажу приближаем детальное рассмотрение добавляем автофокус где-то я вот тут лопатой саданул классно вот видно если на солнце играет ну короче и вот такой здоровый плаваешь он сейчас когда в автофокус проводят вот когда вот с автофокуса немножко пропадает видно что вот я вот там саданул он поблескивает это наша первая находочка сейчас фоткаем блин аж как это сказать творческая личность просыпается пофотка чего-то захотелось еще одна находочка это у нас поясок от снаряда сейчас я его приближу от фокусируемся какая красота а еще хочу воронов сфоткой только я их что-то не вижу сейчас как попадется такие прикольные красивые чет реально пофотка захотелось и еще один поясочек от снаряда ну а что от леса еще хотеть тоже сразу на близком показывать решку ну ладно погнали дальше копать надо гильзы найти тогда для приличия что ли ну типа еще один поясочек от снаряда я уже сильно приближать не буду ну ладно получилось приблизил ну теперь я гильзу должен найти латунный как это называется переходничок что для шланга ну или крепление шланга тут даже видно вот он натунный а тут алюминий ну либо сама трубка была алюминиевая ну короче как-то так шмурдяк артефакт виде ржавой цепи я не знаю почему но у меня и конокс частенько железо копает сейчас приближу даже чтоб разглядеть могли скорее всего не за может может для скотина какая-то скотина в лесу могла пастить прикольно но от не может не gopro не 360 к вот так вот сделать ну все таки но не выиграть им фотоаппарат ну точнее видеокамеру согласитесь круто класс так я услышал где он я пойду вора на фоткать хочу на рабочий стол себе ворона красиво находочка конечно шмурдяк на выпала она довольно таки аутентично я когда короче красиво выпала аж показать хочется еще сюда и пока студию о ключик давай его достанем челс написано сначала я смотрю да а еб что это у нас такое фокус пожалуйста но видно или это а зп не а это такой симпатичный крючок я даже тут смотреть что-то типа рисунок какой-то типа какой-то шо космодесантники местные обронили вот это уже интересная находочка я такой выкапываю наверняка там еще есть и думаю интересно смотрю что же там такое интересное думаю бля ну ладно это не обручалка какой-то ремкомплект кольцо медное ну согласитесь так когда выкапываешь выглядит довольно таки интересно видишь так думаешь но неужели чья-то заначечка кто-то чтоб не потерять положу в кулечек хотя странно сам факт что кольцо медное какой-то ремкомплектик наверно как же не сфокусироваться сложно ну-ка давай получилось не бойся и золото блин забавно но на сто процентов медная да мне кажется по крайней мере у него вроде клеймо есть не знаю получится мне показать не получится тень падает крема ли это ну-ка фотик давай у тебя зрение лучше чем у меня вроде ничего не видно по крайней мере какая-то выемка похоже на клеймо есть но на медных кольцах не ну скорее всего это какой-то рабочий паза ну нафига он там странно шел от лази тут по мне всякие на реки сейчас фокусом поднимаю короче мне кажется что это все-таки какой-то рабочий где он тут на скорее всего какой-то работе ничего там нету по крайней мере на был почистить но мало вероятно что это какая-то совсем низкая проба золота блин принципе по габаритам были в хер его знает ну как бы что-то говно какой-то маловероятно интересно конечно но маловероятно но это явно какое-то техническое колечко от чего-то я перчатки не взял поэтому копаю руками руки мне поэтому грязные так получилось что я как-то забыл на радостях где-то я слышу ворона я все за ними бегаю они от меня улетают видишься я в них какой-то ты здоровый хреновиной цель ну вот она первая шапнелечка скоро гильзу найду сто процентов чувствую прям а мне надо найти гильзу что-то не хочется фокусироваться слишком близко подогнал так ничего не вижу вот такая вот сантиметр где-то диаметр так все выкопаем вместе потому что я когда подковыривал видел что там что-то блеснуло таким знаете трех копеечным светом совете на скорее всего так что там где-то а вижу но это что это концы но это не советина его это наша бралюковская монета я думал что это совете на три копейки вы что такое похожее было а это у нас лету литовишка 50 центов были на мороженое на пиво еще не хватает самой дешевой даже жалко однако ну да еще как раз хотел закапывать и вон смотрю видно что я когда я подковыривал он остался отпечаток получится сфокусироваться вот как раз его видно прям даже цвет такой же как у монета вот тут она и лежала вот здесь вот ну да как то так еще одна шапнеллина не вижу что там на экране у нас вроде нормально все никак не могу поймать этого ворона были только подхожу сразу куда-то дропа дает быдло я ему тут фотосессии бесплатно хочу сделать он упускает шанс кидала сейчас поймаем хоть камерой блины не вижу его лет и где-то рядом зверюга птиц ну ладно я все-таки вас фотка смотри быдло палит на контору за всеми тут наблюдают местными видите там он он на собаку смотрит где-то он наковыряется что-то сидит там вот он тоже смотрит сторожила местный подлетает и харкает а как только я до фотика достаюсь так сразу отлетает наркоман ладно чтобы понимали он капец как далеко сейчас я попробую еще к нему подойти поближе хочу его сфоткай потому что не за может и мой квинок нравится может он просто тут местный головарь вот смотри что-то куда он тут о смотри литун бля ай 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 а поближе подлетел только я его фиг найду сейчас типа я его даже глазами не вижу на камеру где-то вот тут сел ладно короче его поймаем вторая монеточка попалась это у нас сантимы фокус пожалуйста нормой 92 год 5 сантимов почти мороженое мороженое 10 стоило времена были ну такой громадненький кусок свинца таких я бабочку видел я буду фоткать ну все пора закругляться то буду как чучело опять неделю ходить не стриженный короче чё накопал чтоб вы не думали что все так просто что золото блин бриллианты алмазы и все такое хотя бля вот не почему-то кажется это кольцо золотое все таки вот окажется ну какой-то такой там какая-то совсем бомжа золото но вот что-то вот есть такое подозрение ладно потому что там вроде как что-то написано на этой пробе отдельная вкладка личного эквенокса наверно будет больше ни одного я не знаю почему ну блин копать дофига железа особенно пробки пивные блин я не знаю обычно алюминиевые копают а этот еще и железные ну как бы тут с одной стороны как бы не беда в другой стороны как бы ну бред так что у нас тут еще принципе кран железный цепь я уже показывал на кране к вам только не было ну алюминиевый шмурдяк он само собой алюминиевый шмурдяк от него никуда не денешься пивные монеточки далее 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 из интересных находок пожалуй 50 центов вон они там лежат поближе дадим 50 центиков и 5 сантимов опять же вот поясочки все до 3 шапны лички давай колечко кусочек свинца ну и тут а плаваешь какой-то латунный и проволочки кусочки короче такое себе посылу хотя не на самом деле неплохо бывает и хуже как раз таки вот весь контент контент на пробках вывезу ну и короче за вороном еще там побегал что-то не получилось нифига мне его сутки короче охотник из меня херовый бы вышел пришлось быть вегетарианцем и заниматься земледелием короче ништяк все я доволен устал еще как-то и квинокс натирает вот эту часть то и уже хват становится слабый короче неприятно и сейчас еще вторая проблема это его ебанутый форм-фактор у него блок выдвинутый его еще в сумку запихать были насчет от геморрой ладно что-то слишком сильно заболтался хватит и что вы думали на этом все закончилось нет это еще не конец истории я даже больше скажу это вторая подстава майн лаба первая подстава началась еще с покупки x3 705 и вот теперь и квинокс уже второй раз меня подставлять ну или как сказать подставляет от судьбы все равно не уйдешь как обещано я обещал своей девушке когда нам покупала мне метроискатель но я не мог заплатить она заплатила я обещал что если найду золотое кольцо я на ней женюсь по ходу я женюсь и собственно нет на тот момент плут и пройду хат мазался мол не камильфо с одним кольцом на двоих жениться давай второе искать а второе найдем там и поженимся